Здравствуйте! Это итоги дня телеканала Управда ТВ. С вами Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. На школы, поликлиники и лекарства депутаты ЗАГС Собрания проголосовали за изменения в бюджете 2020. Где тут долгострой или какие дома Ульяновска вышли из кризиса? Губернатор переговорит с Дедом Морозом. В Ульяновске желание детей исполнят помощники волшебника. Трое мужчин провалились под свияжский лед. В Ульяновске проходит учение по спасению утопающих. Областной бюджет на 2020 год будет увеличен больше чем на 6,5 миллиардов рублей за счет федеральных дотаций. Дополнительные средства направят на здравоохранение, соцсферу, жилищное строительство. Также парламентарии одобрили изменения в систему проведения выборов депутатов муниципальных образований. Наталья Чумаченко подробнее. Повестка 21 заседания законодательного собрания была масштабной. 37 вопросов рассмотрели парламентарии за несколько часов. Главным итогом стал принятый законопроект, касающийся внесения изменений в областной бюджет на 2020 год. Благодаря дополнительным финансовым средствам общий объем доходов 2020 года составит 67 миллиардов рублей. Расходы сложатся в сумме 67,9 миллиардов рублей. В связи с тем, что была проведена в свое время большая работа с федеральным центром, и мы получили дополнительные федеральные средства, поэтому и доходная, и расходная часть увеличивается на 6,6 миллиардов рублей. Дополнительно предусмотрены средства на финансовое обеспечение муниципальных школ и детских садов – более 1 миллиарда рублей. Предоставление региональным льготным категориям граждан лекарств – более 280 миллионов рублей. Обеспечение жильем детей-сирот – 30 миллионов рублей. Проведение ремонтных работ учреждений здравоохранения – почти 120 миллионов рублей. Мы подписали с правительством меморанды между партией «Единая Россия», где расписано каждая копейка. Даже этот документ вчера назвала государственной программой партии «Единая Россия». Каждый объект, каждая водонапорная башня, каждый водопровод, каждый газопровод, то есть все на благо наших жителей. Плюс это здравоохранение, плюс это образование, то есть фактически все на инфраструктуру и на социальную сферу. Куда распределить дополнительные деньги, депутаты решали сообща, поэтому слово имел каждый. Лидер фракции КПРФ Айрат Гебаддина в своем выступлении раскритиковал работу правительства, ссылаясь на некомпетентность отдельных чиновников и финансирование показушных мероприятий. Однако первый заместитель, председатель законодательного собрания Василий Гвоздев, ответил на резкое высказывание депутата имеющимися цифрами в бюджете. Только 700 миллионов рублей дополнительно передан региону с федерального правительства за достижение социально-экономических показателей. Это еще раз подтверждает, что губернатор и правительство работают эффективно. Многие из нас были и в Москве, вместе работали с правительствами, работали с Сергеем Николаевичем Рябухиным и так далее. Уверяю вас, и вы все прекрасно понимаете, что абсолютное большинство федеральных средств нам бы в виде дотации или субвенции просто бы не пришли в регион. Парламентарии также поддержали документ, запрещающий платные парковки на территории области. Законопроект запрещает организацию стоянок близи школ, детских садов, учреждений культуры, спортивных объектов, соцзащиты и поликлиник. Также нельзя организовывать платные стоянки на земельных участках, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов. Профильный комитет будет рекомендовать законодательному собранию принять в двух чтениях законопроект о некоторых требованиях к платным парковкам на территории Ульянской области. В соответствии с федеральным законодательством регионам дано право вводить запрет на платные парковки, и Ульянская область решила воспользоваться таким правом. Остро обсуждались два законопроекта, касающихся выборов депутатов представительных органов муниципальных образований. По первому документу предлагалось уменьшить максимальное число кандидатов в территориальной группе списка и увеличить размеры финансирования и расходования средств избирательных фондов. Второй законопроект уточнял виды избирательных систем, применяемых при выборах депутатов представительных органов муниципальных образований. Действительно поступило два проекта, два изменения. Первый вопрос касается, и он поступил от депутатов городской думы Ново-Ульяновска, которые внесли предложение исключить пункт слова, исключить смешанную форму. Но это не значит, что мы смешанную форму исключаем, а даем право самим депутатам муниципальных образований определиться по форме управления. Мы предлагаем, чтобы сам муниципалитет принимал решение, какая будет система, одномандатная или смешанная. Почему? Потому что, вот если посмотреть практику даже наших соседних регионов, то вот Нижногородская, Пензенская, Самарская, там абсолютно также принят закон, что муниципалитет сами определяет, в какой системе выбираются депутаты муниципалитета. После длительных обсуждений парламентарии приняли оба законопроекта. Наталья Чумаченко, Данил Сурков, Новости Управды ТВ. Законодательная агония димитровградских депутатов. Именно так назвал происходившее на внеочередном заседании Гордумы представитель прокуратуры Димитровграда. Местные парламентарии собрались для обсуждения трех вопросов. В итоге добавилось еще пять. В результате почти трехчасовой встречи был принят главный финансовый документ города. Подробнее в материале Кемриана Кичимайкина. Бюджет города на 2020 год составил 2 миллиарда 420 миллионов рублей. Расходы запланированы на аналогичную сумму. Главный финансовый документ города на 2020 год особых споров у депутатов не вызвал. Была всего пара вопросов к нюансам бюджета. Проект был принят подавляющим числом голосов. Против был только депутат от ЛДПР Сергей Юндин. Помимо этого депутаты единогласно проголосовали за выдвижение названия заслуженный работник образования Ульяновской области, учителей с девятой школы Альбины Казаковой. Еще одним вопросом, включенным в поездку дня, оказалось решение о возвращении старой системы выборов, где 15 депутатов будут являться одномандатниками и 15 списочниками. Несмотря на замечания прокуратуры, данный законопроект также решено было утвердить. Далее следует череда дополнительных вопросов, количество которых у прокуратуры снова возникли замечания. У нас вообще достаточно интересно складывается ситуация, когда, обратили внимание, основные вопросы повестки три, дополнительно мы еще четыре накидываем. То есть, ну, как бы, это не есть нормально, по моему мнению, когда, вот, как-то по-другому, как законодательный огонь, я назвать это не могу. Сразу после замечания прокуратуры депутаты принялись рассматривать следующий пункт повестки дня буквально через лупу. Дума задумывалась об экономии бюджетных средств и решила сократить количество чиновников администрации города. Решение-то и похвальное, если не одно «но». Чиновников решили сократить ровно на одного. Им оказался замглавы города по внутренней политике Николай Галактионов. Проект решения презентовала рука под администрацией города Павел Ахипов. По словам чиновника, он и сам, по его словам, вполне может справиться с обязанностями Галактионова. Причем проект решения появился буквально за час до начала заседания Думы. И самое интересное, он не прошел правовую оценку прокуратуры города, как это положено по закону. «Интересно. Хорошо. С кем согласован документ? Обращаю внимание. Согласовывает у нас Павлянин, который, в принципе, и доложился, и в начале права управления Баршева Светлана Николаевна. Все, подпись вижу, да, к сожалению, не вижу. Хорошо. Очень интересное согласование по телефону с первым заместителем главы города Гатаульна. Я, честно говоря, первый раз вижу согласование проекта документов по телефону. Давайте по факту согласовывать или по электронной почте». Представитель надзорного органа также указал еще на несколько грубых ошибок при составлении документа. Но, тем не менее, не изменяя своим традициям, депутаты решили одобрить данный проект. Видимо, возможность увольнения вполне конкретного чиновника важнее, чем то, что прокуратура может оспорить через суд. И что было уже не раз. Своё решение депутаты будут вынуждены отменить. Следующим дополнительным вопросом стало решение о снятии полномочий заместителя председателя Думы Игоря Куденко. По странному стечению обстоятельств документ также появился всего за пару часов до заседания. Предложение о снятии с должности прозвучало из уст второго заместителя Ярышева Сергея Степаненко. Вот только хоть каких-либо веских причин для такого шага он так и не назвал. Ситуация в течение года была очень сложная. Мы сами это видели. Получился раскол. Произошел там непонятно, какие причины. Здесь ставится, конечно, есть много вопросов по этому вопросу. Но то, что Игорь Васильевич, имея постоянную зарплату, будем так говорить, представителя комитета, мы все-таки должны были выполнять эти обряды по сплочению коллектива, какую-то проводить работу, чтобы коллектив сохранился. Какими бы ни были мотивы, депутаты сначала провели тайное голосование, где по итогу простым большинством 18 против 11 вынесли свое решение. Куденко с 1 января 2020 года перестает быть председателем комитета по финансо-экономической политике. Кемран Кичимайкин, Анжелика Боровинок, Демград-24. В реестре проблемных объектов Ульяновской области числились 25 домов. Однако до конца года несколько зданий вышли из критической ситуации благодаря фонду содействия обманутым дольщикам. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» наша съемочная группа вместе с губернатором ознакомилась с жильем, которые только что вышли из статуса долгостроя и посмотрели, как обстоят дела с другими новостройками. Минус два дома из реестра проблемных объектов Ульяновской области. 48 участников долевого строительства жилого фонда по улице Красноармейской наконец-то вышли из статуса жертвы обмана. Дом номер 140 сдадут на следующей неделе. Напомним, проблемы с элитой многоэтажкой начались в 2014 году, когда застройщик обанкротился и оставил дольщиков на произвол судьбы. Дело с мертвой точки сдвинул фонд содействия обманутым дольщикам, созданный в регионе по инициативе губернатора. Для этого была сформирована вся нормативная правовая база. У нас есть ульяновский принят закон 100ЗО, который позволяет достраивать проблемные объекты с привлечением инвестора и с участием регионального бюджета. Сейчас здание подключено ко всем инженерным сетям и готово на 99%. В октябре у дома были трудности с оформлением земли. Сегодня проблема решена, заверяет застройщик. Земля выделена сервитутом, то есть мы обеспечили тем самым пожарный проезд, обеспечили гостевую парковку, обеспечили контейнерную площадку. Но, к сожалению, работы немножко затянулись по всем юридическим вопросам, поэтому мы не успели сделать здесь благоустройство. 1% невыполненных работ – это вентиляторы, предназначенные для системы дымоудаления. А вот подъездную дорогу, детскую площадку и зону для отдыха подрядчик обещал доделать весной. Прежде чем в квартиры въедут собственники, ознакомиться с условиями решил Сергей Морозов. Главу региона интересовала цена квартиры, то, в каком виде они придут владельцам. Губернатор оказался недоволен ни тем, ни другим. Еще сколько они будут делать. Поэтому вас послушать, можно понять, что вы им чуть-чуть не шикарный подарок дарите на самом деле. Нам это, конечно, смотреть. Если люди покупали с какой-то, наверное, отделкой, сегодня мы им, понятно, что сдаем в таком виде, то надо как-то думать, как компенсировать это, помогать им это делать. Вопрос с дачи многоквартирного дома номер 5 по улице Панорамной до сегодняшнего дня также находился на контроле правительства и профильного министерства. Многоэтажку должны были заселить еще в конце прошлого года. Однако из-за проблем с канализационно-насосной станцией объект перешел в ряды долгостроев. Для решения проблемы потребовался год. Для этого в бюджет Ульяновской области заложены деньги. И вот сегодня законодательное собрание принимает поправки в бюджет. И 14 миллионов, которые позволят привести эту канализационную насосную станцию в нормативное состояние и принять стоки от этих новостроек. То есть они будут заложены. И в первом квартале начнутся работы по ее реконструкции. Ключи от долгожданной квартиры собственники получат уже через несколько дней. Обживаться начнут с начала года. Расположен в центре микрорайона Юго-Западный новый строящийся жилой квартал положительный пример плодотворной работы с дольщиками. Возводить жилой фонд начали в 2019 году. И пока все идет по графику. До номер 38 рассчитан на 160 квартир. По словам застройщика, первые жильцы заедут в него уже в начале следующего года. В целом квартал включает в себя три многоэтажки, а общая площадь участка – 6,5 гектаров. Жилье – комфорт класса. И все лучшее, что можно взять из Европы – это как раз комфорт, благоустройство. Мы здесь реализуем и называем все дома разными странами Европы. Микрорайон разделен на зоны, в каждой из которых есть свои арт-объекты, место для отдыха, спортплощадки. В выборе инфраструктуры квартала принимали непосредственно участие сами жители. Это круги интересов. В основном все люди отдают предпочтение прогулкам с семьей. Также еще был запрос, очень интересный нам показался, на отдых у фонтана. То есть люди хотят какую-то такую спокойную зону. Изюминкой микрорайона станет пешеходный бульвар, который будет начинаться от губернаторского лицея, проходить вдоль квартала до Александровского парка. Ринат Алиулова, Юрий Конихин, Новости Уллправды ТВ. Ульяновское региональное отделение Российского военно-исторического общества создано в 2013 году. За шесть лет орган сумел доказать свою общественную значимость. Недавно, теперь уже бывший его председатель Шерпудин Хутиев досрочно сложил в себя полномочия. Собрание, посвященное избранию нового председателя, прошло в Педуниверситете. В Ульяновске избрали нового председателя военно-исторического общества. Объединение – важный общественный институт. Под его контролем организация многочисленных фестивалей, реконструкций, митингов. Неоценимый вклад в сохранение исторической памяти народа неоднократно отмечал губернатор Сергей Морозов. По его мнению, в обществу есть еще над чем работать. Поэтому собрание, посвященное избранию нового председателя, губернатор решил посетить лично. Почти дословно, что называется, могу процитировать недавний спич одного молодого молодежного лидера города Ульяновска. Я не буду говорить, кто это. Я уби скажу. Который в большой, очень уважаемой и взрослой аудитории, достаточно серьезно, может где-то, кто-то говорит мне, игриво, заметил, а что он вообще не знает истории России. Не знает ни одной даты, ни одного события. И это, мол, ничуть ему не мешает быть успешным активом. Такое отношение к истории ведет к неуважению страны, своих отцов и пращуров, считает губернатор. И тем важнее и ценнее работа, которой занимается российское военно-историческое общество. Сергей Морозов призвал ответственно подойти к избранию нового лидера. Собравшиеся единодушно поддержали кандидатуру Игоря Петрищева, ректора педагогического университета. Я бы сказал, что это почетное звание, поскольку восстанавливать правду, продвигать правду, уничтожать, я бы даже так сказал, исторические фальсификации, побед нашего народа, это почетная задача, с которой мы с коллегами будем, я уверен, будем справляться. Общество развивает военно-исторический туризм, организует поисковые кампании, ведет архивную работу. Задач много и работа предстоит большая. Павел Половов, Александр Кудряшов, Новости Улл Правды ТВ. Городская служба спасения провела спасательную операцию на берегу Свияги со стороны улицы Облуково. Можно ли выходить на лед в ближайшее время и кто выступил в роли утопающих? Виктория Черкова побывала на учениях. Трое мужчин провалились под свияжский лед. На месте работают спасатели городской поисково-спасательной службы. К счастью, в роли утопающих выступили профессиональные водолазы. А парни из службы спасения приехали не на вызов, а на плановые тактико-специальные учения. 25 спасателей и 5 единиц техники. Чтобы вытянуть человека из ледяного плена, специалисты используют все доступные средства. Ну, как у нас сложилось уже из практики, мы отрабатываем различные способы спасения, начиная от применения подручных средств. Это, допустим, любой коряжник, который есть, в принципе, на любом берегу. И заканчивая применением спецсредств, которые есть на нашем вооружении. Во время учения водолазы несколько раз наряли в прорубь. В перерывах между их заплывами спасатели быстро готовили снаряжение. В реальной ситуации счет бы шел на секунды. Время проведения учения выбрано не случайно, ведь зимой людей так и тянет выйти на лед. Одни хотят порыбачить, другие покататься на коньках, а кто-то и просто желает сократить путь через Свияжский мост. Декабрь выдался теплым, лед на водоемах тонкий и хрупкий. Городская служба спасения и управление МЧС по Ульяновской области хотят уберечь ульяновцев от фатальных ошибок. Толщина льда на Свияге составляет от 5 до 15 сантиметров. На всей реке есть промоины, в которые в любой момент можно провалиться. Ульяновские спасатели не рекомендуют выходить на лед на этой неделе. Виктория Черкова, Данил Сурков, Новости Улправды ТВ. Дети ждут чудес, а в Новый год особенно. В Ульяновске проходит ежегодная акция «Елка желаний». Совсем скоро ребята из многодетных и малообеспеченных семей получат подарки своей мечты. В качестве Дедов Морозов губернатор и члены правительства. Сотрудники соцзащиты перехватили письма Деда Мороза и отправили их в правительство. Теперь желания маленьких ульяновцев будут исполнять политики, бизнесмены и меценаты. В регионе стартовала ежегодная благотворительная акция «Елка желаний». Она проходит по инициативе губернатора 2014 года. Сегодня будет дан старт этой акции. Все наши органы исполнительной власти снимут с елки желания наших детей, которые либо многодетны, либо попали в трудную жизненную ситуацию. И выступят в роли Дедов Морозов и осуществляют их желания под Новый год. Волшебная елка стоит в холле дома правительства. На ней, кроме игрушек и гирлянд, есть открытки с желаниями у маленьких ульяновцев. Все помощники Деда Мороза должны взять письмо наугад. Здесь выглядит, как традиционно, нет никаких надписей, подсказок. Здесь все как что, где, когда. Там вот вопрос, ответ в ваших руках. Давайте приступим к тому, чтобы начать прикасаться к доброму, любимому вечеру. На торжественном открытии акции губернатор Сергей Морозов захотел исполнить не одно, а сразу несколько желаний. Значит так вот, у меня большая семья. Итак, сразу три мечты хотите выполнить у детей? Кузоводский район. Юля, 10 лет. И две сестренки Софии и Надежда, 7,5 лет. Замечательно. А что, не желаю Сергею Ивановичу получить подарок? Секрет. Николаевский район. 10 лет. Анастасия. Какой хороший, красивый набор подарков. И Сурский район. Максим. 13 лет. Я это выполню. Спасибо. Я переговорю с Дедом Морозом. Министр культуры Евгения Сидорова хочет поскорее подарить волшебство своему подопечному. Для того, чтобы выбрать самый лучший подарок для 7-летнего Артема, министр хочет обратиться за помощью к своему крестнику. Думаю, что мой крестник, которому тоже 7 лет, мне подскажет, как правильно сориентироваться в этой ситуации и как правильно разговаривать с Дедом Морозом, чтобы было понятно, что именно вот этот подарок хотел бы получить мальчик из Ульяновского района, которого зовут Артем. Советник губернатора Ольга Желтова тоже присоединилась к благотворительной акции. Мне сегодня с Ёлки Желаний досталась выполнить мечту Густовой Дарьи, которой 8 лет, и она проживает у нас в Индинском районе. Она хочет большую куклу, и, конечно, Дашенька 28-го числа, 28-го декабря, получит эту куклу, и надеюсь, она ей очень-очень понравится. 28-го декабря состоится губернаторская Ёлка, на которой Дед Мороз подарит ребятам долгожданные подарки. Виктория Черкова, Руслан Баталов, Новости Управды ТВ. Главная Ёлка Ульяновска откроется 25-го декабря. Начало праздничных торжеств – 18.00 на Соборной площади. В этот же день на площади откроется резиденция Деда Мороза, которая будет работать вплоть до 12-го января. Дети смогут попробовать себя в рисовании мятой бумагой, мыло-варенье, изготовить поделки из пластилина, применить техники оригами. Также организаторы проведут мастер-классы по аквагриму. Это торжественное открытие самой Ёлки с участием наших первых лиц и с фейерверком. Фейерверк в этом году будет в середине программы, в 19 часов, в месте церемонии открытия. На главной сцене для ульяновцев выступят гости из Казани – духовая банда Just Band. Примечательно, что Казань, так же как и Ульяновск, входит в сеть креативных городов ЮНЕСКО и с 2019 года носит статус музыкального города ЮНЕСКО. Для них профессия – это призвание. Работать учителем трудно и ответственно, но определенно не скучно. Свои опыты и знания педагоги Ульяновска представили на муниципальном этапе конкурса «Учитель года». Среди участников 12 человек со всего города. Подробнее в материале моих коллег. Быть учителем – нелегкий труд. Современные педагоги не только учат детей, но и осваивают современные методы работы, реализуют инновационные проекты и участвуют в конкурсах. В Ульяновске подвели итоги муниципального этапа конкурса «Учитель года». Конкурс проходил в два этапа – очной и заочной. Педагоги проводили классные часы, мастер-классы, открытые уроки, презентовали свои проекты. Участники признаются, чтобы достойно представить себя и свои знания, приходилось не спать ночами. Без серьезной подготовки, конечно же, не обходится ни один такой замечательный профессиональный конкурс. Это в любом случае. Но, к сожалению, по времени было ограничено, поэтому готовилась 24 часа в сутки в последнее время. Три ночи не спала. Труды учителя начальных классов не остались незамеченными. Гюзелье присудили почетное третье место в конкурсе. Серебро получила учитель русского языка и литературы из 13-й гимназии Елена Файрушина. Девушка признается, участие в «Учителе года» для нее – победа над собой. Дети очень часто задают вопрос. Ну, у меня ничего не получится. Ну, вот что я должен сделать? Я говорю, вот вы понимаете, если много трудиться, если действительно чего-то захотеть, и ежедневно, маленькими шагами идти к нужной цели, вы обязательно достигнете желаемого. И поэтому для меня это важно еще и потому, что я могу своим детям сказать, да, действительно, терпение и труд – все перетрут. Первое место завоевала учитель английского из 21-й школы Анастасия Киселева. В школе она работает уже 10 лет, но в конкурсе решила принять участие впервые. Ну, очень понравилось, потому что это опыт. И очень большой опыт, который помогает понять, что требуется от меня, понять, какие у меня еще есть резервы для того, чтобы реализоваться в дальнейшем в профессии. Теперь победительницу и призеров ждет не менее интересная подготовка к областному этапу конкурса, который пройдет уже в следующем году. Анна Тищенко, Новости, Управда ТВ. 20 декабря в Ульяновской области ожидается теплая погода, а возможен мокрый снег с дождем. Температура воздуха днем составит 0 градусов тепла. Ветер северо-западный – 10-13 метров в секунду. Грамотный семейный совет для всех. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Управда ТВ по будням в 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале управда.ру в 18.50. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok